Стартовала Гагаринская неделя. В нашей стране нет такого человека, который бы не знал имени Юрия Гагарина. Юрий Алексеевич открыл новую страницу в исследовании космоса и стал символом развития советской науки и авиации. Открытие Гагаринской недели, приуроченное к приближающемуся космическому празднику, ежегодно проходит в Дворце культуры имени Чикалова. В зале, как и всегда, собралось множество школьников из лицея номер 14 имени Гагарина. Ребята подготовили праздничный тематический концерт, где пели, рассказывали интересные биографические факты из жизни всеми любимого космонавта и показывали театральные мини-постановки о космосе. Расскажи нам, что ты знаешь о Юрии Алексеевиче Гагарине? Даю справку. Юрий Гагарин, как и все люди, когда ты был ребенком. Внимание на экран. Лицейсты уже с первого класса знают, что Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился наш герой, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса. Через год, 12 апреля 1961 года, день полета Гагарина в космос был объявлен праздником Днем космонавтики. Мы все вместе переживаем те моменты, которые пережил Гагарин, когда облетал Землю, и мы понимаем, как это было важно, потому что он первый полетел в космос, и это был именно наш русский космонавт, и не просто наш русский, а даже тот, который жил вот у нас на Чкаловской. Мы на этой неделе встречаемся также с его водителем, встречаемся с людьми, которые о нем много знали, и мы понимаем, что он тогда пережил, и вообще, каким он был человеком. До Качекалова помимо нынешних школьников также пришли выпускники 1961 года, которые рассказали юным слушателям истории о своих встречах с Юрием Алексеевичем. Ведь когда-то этот по-настоящему великий человек приходил к ним на выпускной бал. На выпускной вечер мы пригласили Юрия Алексеевича в школу. Вот наши ученики 10 класса сопровождают Юрия Алексеевича из его квартиры. Вы, наверное, все знаете, где находится его квартира, правильно? Вот мы оттуда его сопровождали до школы, и он пришел к нам на выпускной вечер. Это была незабываемая встреча. Мы засыпали его массой вопросов, и он нам отвечал на все вопросы. Потом он потанцевал с нашими девочками. Он рассказал нам, как он готовился к полету, как прошел его полет. И после этого, вот посмотрите, он находился в зале среди наших учеников, как обычный зритель. Это было торжественно и очень волнительно.